Более 500 человек в регионе привлечены к административной ответственности за нарушение правил поведения на железной дороге. Это цифры за 2018 год. Как и где нужно переходить ЖД-пути, самарским школьникам напомнили железнодорожники и полицейские. Павел Баймаков продолжит. Через рельсы нас ведет пешеходный перевод! Именно так, в игровой форме, а иногда и в стихах, необходимо напоминать детям о правилах безопасности, уверены специалисты. Так информация лучше усваивается. Школьникам рассказывают, пересекать железнодорожные пути можно только по подземным и надземным переходам, либо по специальным настилам вблизи станции, если рядом нет поезда. Надо начинать профилактику с маленького возраста, с детей. И чтобы дети запомнили, надо какие-то новые формы искать. Вот именно общение с ними, для того, чтобы до сердца, до ума дошло. Многие дети даже не знают о существовании правил дорожного движения. Вот мы собрались ехать в Большую Черниговку. Знаете почему? Там степные поселки. Железной дороги там особо поблизости нет. Но они вырастают, они едут на учебу. Куда? В Самару, в Большие Города, в Тольятти, в Сызрань. Там они часто передвигаются на электричках. И понимаете, они не ездили никогда, они не знают об этом. И у нас каждый год, самое страшное, происходят несчастные случаи с такими детьми. Если поезд идет грузовой, он зависит, конечно, от вес, порожный или груженный, то да, километраж тормозной путью составляет от 800 и более метров, в зависимости, конечно, от его веса. Машинист, когда применит экстренное торможение, поезд мгновенно встать не сможет. За 2018 год на железнодорожных путях в Самарском регионе погибли трое подростков в возрасте от 10 до 16 лет. Может, не заметили, может, не успели. Но есть и те, кто рискует осознанно. В прошлом году на несовершеннолетних нарушителей, а точнее на их родителей, составлено более 500 административных протоколов. Полицейские задержали порядка 40 нетрезвых подростков. Хулиганы взяты на особый контроль. А вот добросовестные пешеходы получили сегодня из рук полицейских подарки, а также посмотрели обучающий спектакль. Профилактические уроки в ближайшее время пройдут в детских садах, школах и среднеспециальных учебных заведениях региона. Павел Баймаков, Алексей Вельмискин. Новости губернии.